Сегодня быстрое видео, очень много работы, очень много дел. Плюс к этим делам включаюсь каждый час почти во все мировые СМИ, даю интервью о том, что на самом деле происходит в Мариуполе. Не верят многие. Напомню то же самое, что я напоминаю во всех СМИ, что в городе много сотен тысяч мирных жителей. Также, сегодня удалось мельком возле магазина пообщаться с двумя беженцами, в конце видео дам их комментарии. Всем мира, держимся и всегда верьте в свои силы. Силы человека намного больше, чем он думает. Из Мариуполя приехали только сегодня, в полдевятого вырвались, перерывчик между обстрелами был. Собрались в быстром темпе. Бабушку неходячую положили на переднее сидение. Ну и все. И рвали напрямую с Мариуполя до Запорожья, по Запорожской трассе. Через все эти ДНР и российские блокпосты, их там очень много. Ну и потом заехав перед Ореховым, уже наши были, там уже проще. Но вырывались очень тяжело. Танки. Семь танков возле дома стоят. Шарахают просто по домам, просто по домам. Потому что я считаю, там или снайперы, или что, они не бригаду туда засылают, а просто танкам в тот угол лупят и все. И вот так вот весь дом вчера разлупили, ну вот весь день. Шарахали, шарахали в один дом. А сколько бабушке лет? Бабушке 84. Потом сюда доехали уже с облегчением. Бензин. Это называется спасление человека. Это нас спасает. Это русская. Она русская. Это русские спасают так, что человеку негде даже спокойно умереть. В родной квартире. Я Зверя Вячеслав Сергеевич Столивар. Азовсталя бывший. Выехал из Мариуполя на Бердянск. Не так давно, позавчера приехал в Бердянск. Приняли хорошо. Хочу сказать одно. Жили в подвалах, под бомбежками. Город расфугарен. Люди там голодают. Гибнут от голода. Дети гибнут от голода. Никакого гумконвоя нету. Гумконвой идет только до Бердянска. Чтобы туда добраться, надо иметь свой транспорт. Либо пешими. Старети не могут туда добраться. У меня осталась мать с отцом. Батя после инсульта. Они не могут идти. Я их оставил. Забрал только свою семью. Двое детей несовершеннолетних. Маму старенькую, 73 года. Мама, подойди сюда. Подойди сюда. А я с мамой можно? Да, ой. Телефон мне надо. Расскажите хоть два слова. Как вы там живете? Я сейчас начну плакать. Не паси. Мы уже знали, что мы оттуда вывелись. Если здесь на земле ад. Это Мариуполь. Что я вам скажу? Это... Это... Я вам хочу сказать. Просто ад. Наши там... Наши военные там защищали город. Вообще защищают. И до сих пор держатся. Но нету подмоги. Нету у них там... Заканчиваются боеприпасы. Потому что мы слышали одно время. Они еще отстреливались с пушкой. Пушка уже замолчала. Комбинаты наши... Такими бомбами и ракетами фугарят. А и не только комбинаты. Жилые кварталы. Вот вам пример. Тот же драмтеатр. Ну это не... Ну драмтеатр это не одна точка, которая расфугаренная в хламину. Дома потрев... Дотла сгорали. Девятиэтажки сгоревшие. Лопались пополам. И слаживались. Те, которые... Слевый берег тут вообще отрезан был. Тут... Ну что вам дальше рассказать. Просто превратили город в ад. Просто превратили. Они заставляют маленьких детей умирать от голода. Потому что они пропускают гум-конвой этот. Просто так. Люди просят помощи. А помощи нет. Скажи, как переносили детки это все? А как переносили? В подвалах плакали. Все. Потому что мы потеряли... Вот я потерял лично и дом. Моментально. Притом я попал днем прям про обстрелу со своей мамой. Вот так вот. Потеряли многие. Они бесчеловечные люди. Просто эти летчики, которые бомбили жилые кварталы и все. В Мариуполе разбомблены. Все школы. Все детские садики. Все бомбоубежища бомбят. Хотя написано дети. Там прячутся дети. Они бомбят все. Жилые кварталы. Им по боку куда взъедывать эти бомбы. Все равно. Куда они пуляют ракеты. Им все равно. Они пуляют все куда можно. Город на 90% здесь разбомблен.